Здания 18-го и 19-го веков, выстроенные в стиле классицизм, заслуженно являются золотым фондом тверской архитектуры. Едва ли будет преувеличением сюда же отнести и дома, возведенные в советское время в похожем стиле, которые называют сталинским классицизмом. Они также являются украшением столицы Верхнего Лужья. Правда, не все это ценят. Площадь Терешковой – уникальный ансамбль зданий, выстроенных в стиле сталинского ампира. На три четверти она заполнена именно такими домами, на три четверти, потому что четвертому не повезло. Этот дом возводился в эпоху борьбы с так называемыми архитектурными излишествами. Зато на остальных домах этих излишеств более чем предостаточно. Белястры, руст, сандрики, лепные карнизы, яркое пиршество архитектуры и заслуженная гордость Твери. Правда, в этом доме, пронумерованном как 46-30 по проспекту Победы, в пиршестве архитектуры все больше привкуса горечи. А все потому, что фасад начал стремительно разрушаться. Причем буквально с каждым днем ситуация становится все более тревожной. Начиналось с отваливания штукатурки. Для сырого тверского климата – обычное дело. Но затем из стены начали сыпаться кирпичи. Мы обратились с запросом в городадминистрацию, где получили ответ. Чиновники уже в курсе проблемы. Администрация города Твери в центральные районы суд были направлены исковые заявления в защиту неопределенного круга лиц о признании незаконным бездействия ООО УК «Домолоделец Т», выразившееся в ненадлежащем содержании общего имущества многоквартирных домов. Суд исковые требования удовлетворил. В ближайшее время жильцам дома номер 46-30 по проспекту Победы предстоит выбрать новую управляющую организацию, которая возьмет на себя обязательства по восстановлению части фасада. Службой судебных приставов проводится исполнительное действие в отношении указанной управляющей компании. Ситуацией заинтересовалась и прокуратура. Там тоже возмущены абсолютным бездействием управляющей компании, которая, судя по всему, ждет, когда разрушение стены достигнет большей высоты и от выпадающих кирпичей пострадает кто-то из прохожих. В надзорном ведомстве этого дождаться не стали и решили провести проверку совместно с госжилинспекцией. В рамках данной проверки будут выполнены необходимые мероприятия, в том числе с привлечением контролирующих органов в области жилищно-коммунального хозяйства с целью установления причин возникновения данных повреждений и их скорейшего устранения. При наличии оснований будут приняты также дополнительные меры реагирования, все необходимые для устранения существующей проблематики, в том числе и в отношении виновных лиц, допустивших данные нарушения. В 2016 году, когда фасады этих зданий привели в порядок и даже снабдили подсветкой, все это великолепие с гордостью продемонстрировали самой Валентине Терешковой. Первая в мире женщина-космонавт тогда по достоинству оценила площадь, получившую ее имя. Хочется надеяться, что совместными усилиями чиновников ГЖИ и прокуратуры дому номер 46-30 вернут прежнюю красоту, дабы он и впредь разительно отличался от своего соседа наискосок, которому так не повезло вырасти в эпоху борьбы с архитектурами излишествия. Продолжение следует...